всем приветики сегодня я вам поведаю историю о моем ноже а именно о том как я свой нож улучшил с обычного состояния до состояния статрек поэтому если тебе это интересно то присаживайся поудобнее и сложай когда-то давно у меня был такой нож но без статрека я купил его себе на новый год 31 января декабря его себе купил в качестве подарка на новый год и он у меня был я им пользовался он мне подумал как же было бы круто если бы нож считал убийство а для этого нужна технология статрек и тогда я решил улучшить его и сделать статрека и в итоге я решил сделать невозможное я решил продать его на торговой площадке и за ту сумму с которой я с него получил купить точно такой же нож но 100 трек и казалось бы такого не может быть не должно такое получится но тем не менее вот он у меня все получилось а именно когда-то давно я им пользовался наверное целый год но потом спустя год я решил что или может быть даже 2 2 года я наверное им пользовался но потом решил продать и купить статрек 11 января я выставил его на другую площадку а моя цель была какая я хотел продать этот нож тогда он стоил не сильно дорого вот он обычный я выставил на другую площадку а нож статрек стоил почти что тогда столько же как он только чуть дороже на то время нож этот нож обычный когда я продавал стоил долларов 90 а статрек 90 100 а статрек стоил долларов примерно тоже 100 120 снятой 100 115 110 где-то так я решил что мне нужно мой нож продать так чтобы я на руки получил с учетом комиссии 120 долларов и тогда потому что статрек остатрека но понятно что его продавали за дорого тому и за 200 долларов выставляли но именно запросы я смотрел на запросы запрос был максимальный по моему 113 или 115 долларов и тогда я подумал что для того чтобы переплюнуть все запросы мне нужно 120 долларов и я тогда должен был с продать свой нож ровно за столько чтобы мне на руки пришло 120 долларов и 70 центов и в итоге я вот его выставлял 11 января я выставил с тему чтобы я на руки получил 121 доллара 70 центов потом у меня никто его не покупал но естественно потому что тогда этот нож продавался долларов 90 за 100 а мой мне на руки приходил 120 а я его выставил вообще по моему за 150 или за 140 что-то такое за 145 на 145 по-моему естественно никто не покупал тогда я потом делал дешевле думаю зачем мне именно 121 получать ведь я могу и меньше но потом я почему-то решил поставить больше я 11 6 января выставил потом 6 мая снял и снова выставил уже чтобы я получил 126 долларов но потом я так поразмыслил но просто ввиду тех лотов которые там стояли когда там уже более-менее раскупали я повышал надеялся что сейчас все их раскопит и дойдет до меня но не доходило потому что цена у меня была слишком большая все те ножи продавались за 90 100 долларов там 110 120 а мой мой продавался за 140 а 100 треки продавались долларов за 200 там за 170 а запросы были маленькие и вот на запросы я рассчитывал 6 мая выставил но потом 28 ноября я снял вот и выставил 120 я так подумал зачем я там у 126 121 когда мне нужно ровно 120 там по-моему я не помню на 115 были запросы может быть даже и больше я решил что 120 я всех переплюнуть буду первой и если кто-то будет продавать запас запросу то мне и вот 28 ноября я выставил нож стоял никому он не нужен был но я ждал я терпеливо ждал и вот 6 января у меня покупать нож я когда заходил steam порой думал а было бы круто если бы я зашел и увидел что набор баланс резко подрос на 120 долларов и однажды это произошло я захожу вижу что мы стим резко вырос я сразу понял что мой нож продался и вот 6 января то сериально спустя год 1 стойная января я начала продавать и 6 января следующего года я продал не каждый сможет столько ждать целый год продавать вещь но я смог я ждал это был первый этап продать свой нож за большую сумму которая намного превышает все остальные суммы и вот это произошло все ножи были 120 но потом как-то их все их резко выкупили и мой нож остался я тогда его продавал за 138 долларов и по моему 80 центов что-то такое комиссия забрала восемнадцать долларов и у меня осталось 120 и я с того момента как получил эти деньги 6 января начал выставлять запросы на вернее один раз выставил запрос на нож статрек такой же нож охотничий нож патина немного поношенный но только статрек и он стоял до тех пор пока я тоже ждал я заходил трогу я все время заходил с телом и посмотрел на баланс ожидая того что когда-нибудь возможно тоже через год мой баланс резко и опустить на 100 долларов и вдруг вот недавно это произошло сегодня 4 января и 2 июля ой января июля я вдруг увидел что мой баланс резко и опустел был 220 долларов и вдруг стал 100 долларов я сразу все понял и меня охватила радость второй этап был пройден мой план состоял из двух этапов первый этап продать свой нож и это было очень долго я понимал что цена намного превышать все остальные цены и нужно я рассчитывал на то что возможно какой-нибудь я не знаю ютубе например лишь решит сделать розыгрыш и закупит сразу 10 ножей там не больше 10 ножей стояла и купит сразу все ножи чтобы например сделать розыгрыш например для своих любимых подписчиков и купите ножи или мало ли вдруг кому-то сильно понадобятся эти ножи их вы я на что такое рассчитывал потому что больше рассчитывать не на что было и ну вот эти ножи постепенно как-то сами выкупились и там сейчас примерно на данный момент цена уже там есть такая 140 долларов и даже больше я заходил смотрел недавно там уже его и за 150 покупает так что продав на данный момент его получил бы даже больше денег на год я ждал это был первый этап его прошел а потом второй этап 2 июля я получил нож то есть получается прошел и январь февраль март апрель май и июнь и только в июле я получил то есть еще полгода прошло свой нож и продавал год и еще полгода ждал чтобы купить этот нож не каждый так сможет ждать полтора года чтобы осуществить какую-то одну задуманную операцию ну дайте до какой-то цели ждать по полтора года не каждый такой сможет но я смог я ждал я терпеливо ждал я знал что я я не хотел платить за нож потому что он стоит 200 долларов как бы продать свой за за 100 долларов и доложить еще до 100 долларов чтобы купить такой нож и я на такой был не готов но я предоставил перед собой цель что я продам его дороже и заволоченную сумму по запросу куплю дешевле и спустя полтора года вот она у меня все получилось вот он а хоть не чинож то трек патина я так мечтал об этом и у меня все получилось вот он не знаю как он будет смотреться в игре не честно говоря рассчитывал на то что эти вот циферки которые сейчас качут на ноже будут немножко по-другому расположены где-то где-то вот не на этой части лезвия которая получается перед тобой она вот этой части лезвия которая под тобой где-то вот где-то так считаться где-нибудь может быть даже на лезвии здесь так считаться было бы красивенько чтобы так считалось и не видно было потом когда ты нажимаешь осмотреть нож он так поднимает руку смотрит и там все эти вот циферки было бы прикольно но она как-то так расположена я пока не знаю как это будет смотреться в игре но сам факт того что у меня все получилось меня обрадовало я был очень рад тому что я купил отношу я когда увидел что мой 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 баланс резко опустелся я понял что купил лучше я тогда очень обрадовался наконец-то я осуществил свою мечту и я шел к ней полтора года и мне кажется что я и единственный кто такое вообще совершил и единственный кто вообще смог бы такое совершить потому что люди нетерпеливые они не любят ждать им нужно все и сразу прямо сейчас сколько раз я видел когда продавал свой нож который не статрек как люди продавали его очень дешево минимальная цена была 120 долларов люди продавали его за 100 хотя можно было бы выставить за 118 за 117 люди продавали за 100 потом а почему потому что им не терпелось им хотелось скорее продать и естественно эти ножи быстро покупали потому что он стоил намного дешевле чем остальные также когда я покупал этот нож который статрек я сколько раз хоть я и поставил самый большой запрос 120 долларов много раз мой запрос перебивали и там стояли такие суммы как 121 доллар появлялись 122 125 130 135 но в итоге они потом все ушли потому что этот нож статрек его очень мало и он очень редко продается раз в месяц или раз в два месяца и естественно люди ожидая они просто не быть не ведь терпели им не хватало терпения подождать они ждали день два три и уходили неделю уходили им не хватало терпения и я ждал полгода а в целом полтора года и у меня все получилось мне кажется не каждый и не каждый так сможет ждать люди людям просто не терпится они не могут не могут дождаться у меня я смог и у меня все получилось так что теперь я я рад а ты мой дорогой слушатель прослушав эту историю прикоснулся к ней и стал маленькой ее частью частью этой истории и поэтому если у тебя тоже есть какая-то цель не стоит сомневаться главное поставь свою цель и иди к ней несмотря ни на что и у тебя все получится обязательно ведь у меня получилось и у каждого может получиться нужно просто верить поставить цель понять что для этого нужно идти к ней и все получится ну а на этом моя история заканчивается я желаю вам всем удачи добиваться своих поставленных целей ну а на этом все всем покидала